Всем приветик! Предлагаю вам сегодня провести этот день вместе. Как вы можете догадаться по моему легкому нюдовому макияжу, это не самое утро. Так что сейчас мы перенесемся в самое начало сегодняшнего дня. Я решила вас просто так сильно не пугать тем видом, которым я была с утра. Это пухшая с небытой головой. Чуть позже расскажу вам, откуда вообще на мне нарисовался такой макияж и чем, собственно, я вдохновилась. А пока что давайте переместимся в начало сегодняшнего дня. Доброе всем утро! Вот за что я не люблю вот эти вот смоки. Помните, мы в прошлом блоге с вами сколько я умывалась? Ну вот серьезно. И с утра все равно у меня здесь вот такая вот чернота. В общем, говори доброе утро. Доброе утро! В общем, сейчас пойду помою голову. Доброе утро! Моя принцесса. Помою сейчас голову, приведу себя в порядок вместе с вами и пойдем готовить детям завтрак. Я им давно уже обещаю панкейки. Никак у нас до этого руки не дойдут. Так что давайте я вам покажу, кстати, средства. Средства я вам показывала недавно в видео. Я, конечно, от них в восторге. Так, ну что ж, я только что помыла волосы. И давайте будем с вами устраивать настоящую химическую лабораторию. Ой-ой-ой, а там писали, да, что оно может... Там надо было взять две вот эти вот фазы. Мы сейчас будем делать маску. Я помыла волосы, замотала в полотенечко. Вообще, конечно, если вы не ленитесь, то я советую всегда промакивать волосы полотенцем. Потом только наносить маску. Так она работает значительно лучше. Особенно, если эта маска в прямом смысле на вес золота. Так, беру здесь кусочки, как пишут, 24-кратного золота. Просто настоящая магия. Вот, единственное, что сейчас пойду, подержу вот этот бутылечек над теплой водой. Потому что в описании написано, что если в квартире дать не очень тепло, подержать в теплой воде, если начнет затвердевать он. Сейчас его растоплю и вернемся к нашей химлаборатории. И будем делать маску для волос. Так, вот, буквально минутка под горячей водой. И средство, это состав растворился. Здесь в состав, конечно, какой-то невероятно богатый. Куча всяких крутых компонентов. И стволовые клетки розы. И золото. И мама дорогая. Так, и сейчас нам нужно будет приготовить маску. Для этого нужно будет смешать два вот этих вот компонента. В одну. Так. И нанести потом на всю длину волос. Так, я, наверное, по половинке налью того и того. И постараюсь, чтобы мне этого хватило. Какую бумажку будешь делать? Для волос. Как ты знаешь, что надо, как тебе? Я все знаю, я же мама. Так, ну и теперь это средство, это полученную маску нужно нанести на волосы. Я вам шампунь показывала в прошлый раз, не знаю, показывать, покажу, может быть, в этот раз еще тоже. Это Мирянку Веда. Я в последнее время очень сильно их тестирую, очень сильно так основательно, постоянно их использую. И, честно говоря, это что-то нереальное. Это вот потрясающий уход за волосами. И дальше мы берем вот эту вот масочку. Советую наносить от корня и по длине волос. Вот, потому что это как бы маска для стимулирования роста волос. Там, например, разделите волосы на прядки и наносите. Ну, в общем, я буду наносить, как у меня получится, потому что, понятное дело, глядя вообще в камеру, еще и так надо наклониться, чтобы было видно, потому что я так не вижу. Про бора вот этого. Я, наверное, пойду в ванную сейчас, нормально нанесу эту маску. Затем надо будет 20 минут с ней посидеть. Ну и, понятное дело, если маска, блин, на вес золота. Не только в переносном, а еще и в прямом смысле. Вот, смотрите, кусочки золота. Ой, тогда она где-то поближе прям к лицу. Знаете, как говорить, если иногда на волосы что-то не совсем удачно получилось, если быстро бежать незаметно, то вот как бы передние прядки всегда заметно. Несу на кончике побольше. Вот это написание «растриглась» перед морем где-то в августе, наверное. Вот с августа я уже волосы ни разу не стригла, поэтому кончики немножко, мне кажется, лично подустали. Вчера показывала вам свой вечерний уход и заодно немножко разобрала тут свою косметику. Кое-что помыла. Блин, девчонки, подскажите, чем можно вот эти вот штуки залепить? Вот эти вот от джубилей дырки здесь были с момента, как мы здесь поселились. Ну вот, и это так уродски выглядит. Кто-то здесь когда-то наклеил вот такую вот ракушку. Не знаю, может какие-то стикеры где-то есть. Или я не знаю, бы не хотелось бы, понятное дело, ничего цветного клеить. Но как-то это в порядок привести очень бы хотелось. Сейчас, в общем, сделаю. Я, знаете, вы меня знаете, я клюдаю, но экономно. Поэтому я вчера использовала вот эту вот масочку. Положила ее назад. Здесь очень много состава. Сейчас принесла из холодильника. Сделаю еще раз маску. Сначала я буду умываться вот такой вот пенкой для лица от Герлен. Здесь ее осталось, мне кажется, буквально на 2-3 раза. Она уже практически пустая. Вот, просто умываясь руками этой пенкой. Потом я буду наносить вот этот вот тоник. После тоника я уже буду использовать вот эту вот маску. И затем дневной уход у меня сегодня будет вот такой вот Атомор Пасифик. Я вам тоже его в прошлый раз показывала. Может быть, в перерыве где-то еще нанесу сыворотку. Наверное, вот эту вот нанесу сыворотку еще. Вчера, кстати, перед съемкой видео, вот там вот поубирала все полотенца, попереносила сюда, чтобы не было видно. И сегодня решила, что это какая-то горячка. Снимать полотенца с их места для того, чтобы к ним было все в кадре. Хочу сказать, что у меня как бы кожа особо нечувствительная, но каждый раз после теплого вот режима у меня появляются какие-то покраснения. Не знаю, при этом освещение заметное или нет. У меня очень-то клоп сейчас покраснел, такими пятнами взялся. В принципе, она потом проходит достаточно быстро, но все равно как-то дивно. Я, кстати, думала сегодня, у нас недалеко от дома, я вам рассказывала, есть речка, и мы в последний раз на нее ходили уже недели назад, наверное, где-то. Вот, хотела Гаврила Ивановна сегодня, может, малые дома с ума сходят. Я понимаю, что карантин есть, карантин. Говорю, давай, может, с ними пойдут к речке, поройдусь. Сказала, сиди дома, нечего ходить. Карантин есть, карантин. Пока все шатаются, ничего из этого хорошего не видят. И утром поехал на работу. Тоже, кстати, наверное, с понедельника. Его должны были перевезти с этой недели на удаленку. Но не перевели. Вечером, воскресенье сказали, завтра выходите. Вот, сейчас опять вроде как выходят с понедельника на удаленку. Но я смеюсь, говорю, сейчас посмотрим, что на выходные будет. Вот, но он-то передвигается не общественным транспортом, а на своем. Вот, и там у них прям тоже все на работе суперстерильно, надеюсь. Но, как говорится, в лифте мы ездим все вместе. Вот. Так, сейчас еще нанесу крем. И мне сейчас малые скажут, мать, ты что, вообще фонарела? Где наши панкейки? Пока себе весь свой фейс измажешь? Мамочка! Да, зайка? Я знаю, я сейчас лицо домашила, и иду. Ты панкейки будешь кушать? Да. Хорошо. Я уже пока лицо тут домашила, а уже... Да, будьте вместе, зайка, где? У меня тут еще есть одна полочка, я называю ее тоже своей святыней. Прям, где куча всякой косметики стоит. И иногда даже за счет того, что она стоит, ну, на ненавидном месте, где-то в тумбочке, забываю ей пользоваться. У вас бывает такое? Или у вас нормальных людей нету тонны косметики? Вот у меня здесь еще есть вот такая вот тумбочка. Маленькая. Со всякими штучками. Очень, кстати, вот эти вот трио масок от Matisse. Ой-ой-ой. Вот разные они с разными... Для мультимаскинга очень-очень классные. Хочу все начать делать каждый новый день. Новый день новая маска. Поснимать в сторисы где-то, может быть, сюда тоже заодно. Но все время не нахожу на это время. И вот оно у меня лежит. У меня здесь несколько прям раздельных масок. Можно посмотреть, есть результат, нет результата. После первого раза, после еще нескольких... Вот здесь вот еще кое-какие продукты стоят. Жду своего часа. Звездного. Ладно, пойдем готовить панкейки. Так, панкейки. Пробел. Энди Шеф, отлично. Самые лучшие панкейки эвер. Я их, кстати, редко делаю, только уже рецепт забыла. Но я помню, что 200 грамм муки, стакан молока. Вот ингредиенты, мука, сахар, сода. Так, Зайка, смотри, нам нужно с тобой насыпать 200 грамм муки. Будешь мне помогать? Да. Нужно 200 грамм... Это знаешь, какая цифра? Сколько это? 2, 0, 0. Надо сыпать муку, пока вот здесь вот не будет. Цифра 2, 0, 0. Хорошо? Да. Держи. Сейчас тебе лозочку дам. Нет, ну, видишь, 0, 1, 5, 3. А должно быть 0, 2, 0, 0. Так, посуда. О, видишь? Получилось. Так, теперь нам нужно насыпать туда сахар. Держи. Насыпай 2 вот такие вот ложки сахара. Так. 2 вот такой? Да, да, насыпай. Раз. Ой, аккуратненько, аккуратно, Зайка. Ой, 2. Молодец. Еще половинку можешь положить. Перемешивай. Так, я пока выключаю. Весы прячем назад. На нашу фабрику. Так, теперь нам нужно молоко. И яйца. Знаешь, где достать? Давай молочко. Да, да, такое нужно как раз. Да, спасибо. А яйца много. Яйца, сейчас я достаю. В принципе, все нормально, все по плану. Одно яйцо на пол, одно яйцо сюда. Так, Злата, тут уже Дима к нам присоединился. Давай миксер. Будем туда вставлять венчики. И будем это все взбивать сейчас, чтобы оно не поразлеталось в разные стороны. Ой, держи, мамочка. Ставь, вставь его. Дима, вставишь венчики пока? Да. Давай, вставляй. Только зата должна шлить, а то у меня так... Зата ничего тебе не должна. Она притащила это. Мне неудобно. Так, в итоге у нас получается вот такая вот достаточно густая текстура. Вот, очень густая. Вот, и будем сейчас выкладывать на сковородку и жарить наши панкейки. Да, Датя? Да. За что люблю этот рецепт, это то, что панкейки получаются всегда такие супер пышные. Ну, посмотрите, не чудо ли? Класс. Поскольку дети уже просят скорее наложить им панкейков, я уже полную тарелку вам красивущую не смогу показать. Вот показываю вот так вот, что они действительно очень пышные, очень классные все получаются. Так что готовьте, толстейте, чтобы не я одна. Хотя я, честно говоря, помните, я вам говорила, что сладкого мочного не ем. Я продолжаю стараться не есть. Было пару раз, конечно, таких упущений, но панкейки есть не планирую. Только детям. Такое, знаете, у нас сегодня получится день со мной. Сейчас буду писать Диме расписание на день. Дима тут периодически пишет мне расписание, мама слушается своих детей. Так, сейчас пока у меня кускус не взорвался в микроволновке, выключу. Я им пишу расписание на украинском языке, потому что Дима же на украинском языке учился читать. Вот. Поэтому, короче, заметила такую тему, если Диме написать вот такое вот расписание, он четко все выполняет, он все делает по расписанию. Если ему ничего не писать, это какой-то сброд до шатания. Шатание, он не знает, чем себя занять, ему скучно, он того не хочет, всего не хочет. А вот когда есть расписание, он все четко по нему делает. Вот, кстати, я даже написала, если не хочешь спать, вот, пиши, занимается математикой, рисованием. Вот, поэтому сейчас тоже напишу ему расписание на весь день. Так, сейчас 11.30, начну с 11.45 где-то еще саму писать, чтобы читал, писал и с чем-то там играл. Тренировался. Так, пока они играют, написала расписание, это для Димы. Злату, в принципе, проблем таких нет, чем себя занять. Да и, в принципе, учебы-то, как таковой, у нее тоже нет. Не считая там гимнастики. Вот сейчас, в общем, обрадую его таким расписанием на сегодня. Теперь мы, собственно, подошли к обеду. Нас бы сейчас организовать тихий час, но что-то пока не получается. И у меня, конечно, та история, когда вот Остапа понесло. Зеленый цвет. Кстати, я на камере почему-то не передается так сильно. Ой. Мне почему-то захотелось вот таких вот в последнее время ярких макияжей. Плюс у меня там вот-вот. Я человек вдохновения. Так, блин, там не убрала то, что только что Мэйк делала. Ладно. Реальная жизнь. Вот там вот мне принесли новинку от Reflame. И вот я действительно человек вдохновения. Я вот как мне, когда принесли новое платье, мне захотелось снять сразу макияж вообще с этим платьем, полный там аутфитик. Так и сейчас. Мне пришли, привезли зеленую корзинку, и мне захотелось зеленого макияжа. В общем, не знаю, насколько сейчас он передастся. Кстати, на солнце будет блестеть. Во-первых, ай-ай-ай-ай, сейчас камера. Не знаю, надеюсь, что хоть чуть-чуть поблескивает. При искусственном освещении, конечно же, все блестит значительно лучше и ярче. Ну, в любом случае, вот такой вот Мэйк, он как-то заряжает каким-то настроением. То ходишь вечно дома, какая-то в засмоктанном свитере, без макияжа, опухшая, с волосами, дульки. А вот так вот, как-то и повеселее. У меня вот здесь вот укладываются спать. Как видите, не особо это результативно пока что. Вот, я сейчас сниму в стольку, покажу, что мне там привезли от Reflame. У нас сейчас с вами будет цветочный эксперимент. Я вам говорила, когда цветы в таком состоянии, я их обрезаю под самое-самое основание и кладу в такую вазу, вазу-пиалу. И они там буквально восстанавливаются. Давайте посмотрим, получится ли в этот раз. Вот так это пока выглядит. Посмотрим. Отойдут они, не отойдут. Будут ли лучше выглядеть. Я их иногда немножко еще обрываю, чтобы тоже здесь побольше лепесточков плавало. Ну, и в общем, и такая вот вазочка получается. Но только осталось придумать, куда ее поставить. Но ставить ее особо некуда. Если я тебя забуду, то, наверное, навсегда, даже вспоминать не буду, о тебе я никогда. Продолжение следует...